Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире Благовест Буряти. Мы уже не раз рассказывали вам о том, чем живет и как развивается Русская Православная Церковь за рубежом. Несколько наших следующих репортажей будут из Италии о ее храмах и святынях. За моей спиной вы видите Везувий, неподалеку от которого расположился город Неаполь. Отсюда и начнем. Неаполь – город большой и шумный, расположившийся на побережье Теренского моря. Его история началась задолго до Рождества Христова, когда племена санитов развязали войну с древнейшим городом Кума. В это время, а точнее в 427 году до н.э. и возник Неаполь, что означает «новый город». Много событий, сменяющих одно другое, прошло с тех пор. Для православного человека этот город является свидетелем активной православной жизни. В Неаполе можно увидеть множество богато украшенных храмов. Небесным покровителем города считается Святой Януарий, епископ города Беневетто, которого жители Неаполя погребли в своем городе после его мученической кончины. Мощи святого почивают в крипте Кафедрального собора города. Здесь же хранится кровь святого мученика, которую христиане собрали на месте усечения главы святого и которая чудесным образом дважды в год закипает в запаянной колбе. Это является одним из чудес христианского мира. В Неаполе, как и во многих других городах Италии, существует русскоязычная диаспора и есть действующий храм Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Неаполь является одним из крупных центров украинской эмиграции. Здесь большая община людей, которые приехали в Италию на заработки из Украины. И в силу этого в 2003 году была создана православная община, которая на данный момент на 90% где-то состоит из украинцев. До того, как нам дали этот храм, приход в Неаполе существовал уже 4 года. Мой предшественник, протеерей Андрей Бойцов, который сейчас является настоятелем в баре, вынужден был в каких-то храмах служить католически. Вот литургию отслужил, собрал все свои вещи. То есть не было постоянного места служения. И в англиканском храме служил, и в католических, там, где разрешали настоять. Этот храм был предоставлен католической церковью Неаполя, практически в безвозмездное пользование в 2007 году. Это объясняется личным расположением кардинала Крещенцио Сепи, архиепископа Неаполя, к России, к Русской Православной Церкви. И также помощь такой известной католической организации, миротворческой и благотворительной, как Община Святого Егидия. Они пошли навстречу нашим нуждам и попросили кардинала предоставить храмовое помещение. А тот откликнулся на их просьбу. Храм является памятником культурного наследия, поэтому что-либо переделывать в нем не рекомендуется. Даже салия сделана из толстого стекла, чтобы был виден рисунок на полу. Люди, которые покидают свою родину, чтобы заработать на жизнь, в условиях тяжелой экономической ситуации у себя в стране, они находятся в жестких условиях. Работать на чужбине – это очень тяжело. И, естественно, человеку требуется духовная поддержка, и сам он начинает, может, если даже раньше не обращался к Богу, был не очень выцерковленным человеком, сам начинает свой церковный путь, попав в такие тяжелые условия своей жизни. И в силу этого храм является крайне необходимым в чужой стране для людей, оторванных от своей родины. На данный момент прибывают все больше людей из Украины в силу известных политических событий в этой стране и экономической ситуации. Была также грузинская община, здесь у нас в храме небольшая, но потом в Неаполе был открыт храм грузинской православной церкви. И, собственно говоря, здесь можно проследить срез по выходцам из определенных республик бывшего Советского Союза. Можно отследить, как ситуация в тех или иных странах постсоветского пространства сейчас складывается. Вот где-то географически, начиная от Рима к северу, очень много молдавских общин в нашей церкви. То есть там много выходцев из Молдавии. Здесь к югу больше с Украины. Россиян, слава богу, немного. И многие возвращаются на родину, что я считаю, безусловно, положительной тенденцией для нашей страны в частности. Потому что заработки на чужбине, вот эта неквалифицированная, зачастую унизительная работа, это то, на что люди идут в отчаянной ситуации. И если в нашей стране, в России ситуация в принципе улучшается, то это хорошо. А едут сюда все, независимо от образования. Нужны деньги людям. И вот тут едут мыть полы или ухаживать за стариками. Другой работы здесь, естественно, никто не предоставляет. И инженеры, и учителя, и кто угодно. В основном женщины. В Италии, вот я могу говорить о ситуации, по крайней мере здесь, на юге Италии, исключительный вид работ, это уход за стариками, либо уборка. И вот люди, которые, может, никогда в жизни не думали, что они займутся такими видами деятельности, приезжают и так зарабатывают свой тяжелый хлеб. В основном женщины, да. Я надеюсь, что нам удается создать теплую атмосферу для них. Но, в конце концов, храм же – это место молитвы, место общения с Богом. И от Бога, в конце концов, исходит всякое тепло, прежде всего, внутреннее, душевное для человека. Согревает его душу. Да, православная община в Неаполе крупная. На литургии у нас может присутствовать 200 человек, на воскресной литургии 150-200, на праздничных, на Пасху, на Рождество, еще больше. Жизнь прихода богослужебная. Есть воскресная школа, которая действует по воскресеньям. И в четверг, по четвергам, тоже у нас традиционно совершается молебен с Акафистом. И перед этим я провожу беседы с прихожанами, беседуем на богословские церковные темы. Тут надо отметить, что режим деятельности прихода обусловлен рабочим ритмом этих людей. Их же никуда не выпускают практически у них. Выходные, которые полагаются им по итальянскому закону, это полтора дня в неделю. Воскресенье и половина четверга. Половина. А остальное время они очень плотно заняты на своих рабочих местах. Те, которые, допустим, ухаживают за стариками или работают в качестве прислуги в итальянских семьях. Там полная занятость на день и ночь. То есть ты привязан полностью к этому месту. И в храм их буквально выпускают. Некоторым приходится умолять даже своих хозяев, чтобы они разрешили им пойти в храм, допустим, в середине недели на праздник. То есть в середине дня здесь никого нет. Просто, как вы сейчас видите, ни одного человека. Потому что они все работают. В чем получается смысл? Люди, работающие на день и ночь, живут в этих семьях на полном обеспечении. И полностью отсылают деньги к себе на родину. В данном случае на Украину. Сами здесь мало что себе оставляют. То есть они живут здесь в очень жестких условиях. У них нет денег что-то, буквально для себя купить что-то. Все туда уходит целиком. И даже если это сумма какая-нибудь, я не знаю, ну, допустим, 500 евро, себе там они оставляют 100, а туда 400. Ну, это для Италии это очень маленькие деньги. Возможно, для Украины это солидный заработок. За счет чего держатся храмы? Ну, люди жертвуют. Жертвуют люди. Даже из своих вот этих очень скромных денег люди складываются на благоукрашение храма, вот это паникадило, допустим. Люди по собственной инициативе объявили сбор, собрали деньги и на Украине заказали вот это вот паникадило. Я даже... Была тут люстра, которая католическому храму принадлежала. Она такая скромная была. Вот людям захотелось, чтобы было все как в настоящем православном храме. Я говорил, даже если у нас не получится, то ничего, мы обойдемся с той люстрой. Нет, вот давайте сделаем. Вот сделали. Ну и спонсорская помощь людей из России. Бывает, что какие-то, допустим, бизнесмены посещают Неаполь. Тут же много таких мест знаменательных. Остров Капри, остров Иския, Амальфи. Вот в Амальфи находится мощь апостола Андрея Первозванного. И бывает, состоятельные люди приезжают отдыхать, допустим. Ну, в воскресенье хотят пойти в храм. Приходят сюда и вот видят какую-то необходимость помощи и помогают. Вот иконостас был создан в России на средства одного из российских предпринимателей. А вот эта икона? Икона была подарена белорусским предпринимателем Константином Георгиевичем Шавелем, у которого дочь венчала, я ее венчал здесь, в этом храме, и тоже получилось в известной степени случайно. Как сам Константин Георгиевич мне рассказывал, он отдыхал на Капри с семьей, как-то вот пришел на службу в храм и подумал, что вот здесь бы моей дочери венчаться. Ну, хорошо. Такая мысль у него зародилась. И когда несколько месяцев спустя он оказался на Афоне, в одной иконописной мастерской на Афоне, он увидел вот эту икону Божией Матери Атроиручицы. Там у него зародилась другая мысль. Вот эту икону туда бы, вот в тот неаполитанский храм. Он спросил о возможности ее приобрести. Ему сказали, что нет, какой-то греческий монастырь или храм уже эту икону заказал. Ну, он оставил свои данные и сказал, что если будет у вас, если вы сделаете еще такую вот похожую, то мне дайте знать. Через какое-то время ему перезванивают и говорят, что от той иконы отказались. И он вот ее приобрел для нашего храма. Я был только назначен настоятелем сюда на этот приход, когда мне позвонили из Белоруссии и сказали, мы хотим вам вот икону подарить. Я думаю, интересно как. Она была доставлена из Греции в баре на наше подворье. Ну, я поехал туда, я думал, ну, икона какая небольшая. Приезжаю, тут такое великолепие. Я в свою маленькую машину еле поместил ее, но довез, слава Богу. У нас есть частица мощей нашего небесного покровителя, святого апостола Андрея Первозванного. Маленькая частичка, подаренная тоже людьми из России, хотя мощи находятся здесь недалеко. И частица мощей святого мученика Ванифатия. Практически все мощи святых, которым поклоняется Русская Православная Церковь, находятся в католическом храме. Хотя католики, как я убедилась, они, в общем-то, такого пиетета не испытывают. А нельзя ли как-то договориться или как-то, может быть, прониклись бы, чтобы поделиться? Ну, это вопрос интересный в том плане, почему здесь, в Италии, в частности, так много святынь. Ведь, ну, первое, многие святые, которых мы почитаем, жили здесь, на этой земле, в Риме, допустим. Здесь, в Неаполе, мученик Януарий, который был епископом города Беневенто и был обезглавлен вот в Пуцуоле, это небесный покровитель Неаполя. То есть, с одной стороны, много святых жили здесь. С другой стороны, отдельные, так скажем, города-республики, которые существовали на территории Апеннинского полуострова, занимались откровенным грабежом. Венеция, которая спонсировала крестовые походы, Амальфитанская республика, откуда у них мощи апостола Андрея Первозванного? Они хранились в Патрах, в греческом городе, где, собственно говоря, он и принял мученическую кончину. Украли просто. Вот этот вот епископ Пьетро Капуанский, он был духовником третьего крестового похода, печально знаменитого, когда разграбили Константинополь. И, в частности, украли мощь Андрея Первозванного в Барии. Мы празднуем перенесение мощей, а в греческой церкви этого праздника нет. Они считают то, что мощи святителя Николая оттуда измерли кийских, итальянцами были украдены. То есть здесь еще вот такая вот история, славная, скажем, в кавычках, то есть грабежей, поэтому здесь вот накоплены были такие святыни. Ну, это один из... Вот два момента есть. Исторически, что здесь жили эти святые, и элементарно грабежей. Но, тем не менее, в католической церкви мощи-то почитаются тоже. Ну, вот у них своя традиция благочестия. Еще раз подчеркнем, что, несмотря на то, что Италия является самой католической страной мира, и честные мощи святых находятся в ведении католической церкви, никто не препятствует православным поклоняться честным мощам святых и возносить молитвы, хотя в большинстве своем святые останки недоступны для целования, потому что католики не чтят мощи так, как православные. Об этом мы расскажем в следующих выпусках программы. К сожалению, время передачи ограничено, но если вы захотите поклониться Андрею Первозванному, апостолу Матфею, Марии Египетской и другим святым, не аполя открыт для вас. А сегодня я с вами прощаюсь, и по традиции желаю вам всем всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ЕГОВО ked� Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok